По какой улице в глубоком находится музей? Я сам глобучанин. Все улицы Глубокого знаю. Начинается улица Энгельса На Ломжинской Друйская. Сколько, по вашему мнению, лет Глубокскому музею? Глубокскому музею больше 25 лет. Зданий очень много. По моему мнению, музею 15-20 лет. Ну, 70 лет. Ну, я думаю, что вы младше, чем мы, наверное. Меньше, чем 30 лет. Точно прям дату не могу сказать. О, здесь. Так, 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 так. Я служил в армии с 90 по 92-й. В 92-м я приехал в глубокое в мае месяце. И, по-моему, вот где-то то ли в мае, то ли позже, по-моему, музей и был передан под музей. А работать он начал в том году, когда родился у меня сын. Сын родился в 96-м году, а музей был, когда сыну год был. В 97-м году. Да. То есть музею 24 года получается? Около 70-ти. Не знаю. Не знаю. Ну, наверное, лет 30 точно. Даже больше. 40. Юбилей недавно праздновали. А сколько? Не помню. Что вам больше всего запомнилось в музее? Ой, это вопрос одним словом не ответишь. Глубокский музей в первую очередь для меня ассоциируется с зданием. Историческим зданием. Зданием, которое отличается от всех других зданий в нашем городе. А из композиции в музее. Но в первую очередь, наверное, когда заходишь в музей и поворачиваешь первый зал, то это кузня, в которой даже работают эти инструменты, которые работают в настоящей кузне. Очень интересные часы. Уникальный буфет-серва, стол, диван с красными стульями. Наверное, скорее с людьми, потому что, в общем-то, сотрудники будут активны на такую деятельность. Интересны всегда экскурсии. Об этом говорят мне дети наши. Школа сама была участником экскурсии. Поэтому с людьми в первую очередь. Ну, конечно, история мамы родины. Евреи этот глубокий. И же с ним. Вот первая ассоциация, как есть, с музеем. Действительно, ваш этот еврей. Он очень впечатляющий. И то, что вот эта лавка, она говорит о многом. О том, что действительно глубокое это не то, чтобы город евреев, но то, что евреи создали этот город. И, можно сказать, от всего этого, значит, впечатления у каждого, не только у меня, но, наверное, те, кто к вам приходит, у них большое впечатление остается, что этот еврей. Ну, впечатлила сама обстановка. А вот, ну, мне почему-то, да, ассоциируется вот именно с историей глубочины в нашем музее. Останьте своими вопросами. Я заняту. Когда-то в школе, помню, привозили нас на экскурсию, выставка музыкальных инструментов была. Вот эту выставку я запомнил точно. Ну, я в школе, наверное, последний раз и бывал в музее. День рабочий уже закончился. Домой пора. Продолжится логический ряд. В школе работает учитель, в больнице – врач. А в музее? А в музее, конечно же, это и экскурсоводы, это научные сотрудники, это смотрители, это сейчас уже и кассиры. В общем, это люди, которые любят свою профессию. Работник музея. Елена Николаева, заведующая музеем. Музейный работник. Напрашивается слово «хранитель», «хранитель истории». Научный сотрудник? Не знаю. Историк. Я. Какой предмет вы бы подарили музею? Не знаю. Даже не могу предположить. Но я знаю, что это еще впереди. Я подумаю, обязательно приду с подарком. Ну, наверное, помещений все-таки. Чуть больше, чтобы здания было. Вот этого вам не хватает. А все остальное у вас, по-моему, там можно расположить. Вы знаете, наверное, могу подарить. Это у меня есть старые монеты. Вот. Ну, не то чтобы их много, но вот какие-то, наверное, пятаки. Может быть, они очень хорошего качества, но тем не менее, пускай бы было для вашей знаменитой коллекции. Ну, я бы мог подарить, если бы в моих силах здоровье, конечно, подарил бы им на долгие-долгие годы и позитивное настроение. Мы бы, наверное, да, подарили, возможно, какой-то фотоальбом, в котором были собраны яркие моменты нашей организации, потому что мы уже существуем в сентябре 19 лет. И вот подарили бы нашему музею, чтобы потом, через определенное количество времени, наши дети могли тоже посмотреть и увидеть, чем занималась молодежь в наше время. Наверное, судя по профессии, там какое-нибудь колесо древнее, старое, ну, что-нибудь такое, связанное с техникой. Двери Глубокского музея всегда открыты для любознательных посетителей, увлеченных историей своего родного края.